Привет всем! Современный автомобиль эксплуатируется при взаимодействии с огромным количеством датчиков, передающих данные о своих измерениях на приборную панель и в блок управления автомобилем – ЭБУ. Каждый из них по-своему важен, а отказ одного из датчиков может привести к нарушению работы двигателя или систем автомобиля. Один из таких датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости – ТТОЖ, который контролирует температуру ОЖ в двигателе. Татчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термический переменный резистор, заключенный внутри металлического корпуса, резьбовым наконечником. При нагреве термоэлемент снижает сопроводиление электрической цепи, что позволяет электронному блоку управления определить температуру охлаждающей жидкости. От работы температурного датчика зависят следующие функции. Первый. Традиционно от сигнала измерителя функционирует указатель температуры охлаждающей жидкости. Второй. Своевременное включение вентиляторов принудительного охлаждения двигателя при достижении антифризом установленного порога температуры – около 100 градусов. Третий. Обогащение топливно-воздушной смеси и повышение оборотов холостого хода на непогретом моторе. Четвертое. Во время езды ЭБУ собирает показания всех татчиков и на этой основе формирует соотношение топлива и воздуха в смеси. Измеритель температуры также участвует в этом процессе. На большинство автомобилей низшей и средней ценовой категории применяется один температурный татчик, выполняющий несколько функций одновременно. Обычно он стоит на корпусе термостата, либо на патрубке радиатора. Признаками неисправности являются 1. Сотруднен холодный пуск мотора и тройные двигателя. Машина заводится, но иногда сразу глохнет. Повышается расход топлива. 2. Нестабильная работа на холостом ходу, особенно на непогретом двигателе. 3. Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. 4. В случае обрыва электрической цепи датчика температурой ОЖ, вентилятор охлаждения начинает работать на полную мощность и перестает отключаться. 5. Подтеки антифриза из-под резьбового соединения датчика. Если произошел отказ датчика, то ЭБУ воспринимает это своеобразно. 5. Как проверить и заменить датчик температуры? 6. Коды ошибок связанных с датчиком температуры следующие. 7. Они указывают на проблемы как с самим датчиком, так и на повреждения его проводки. 8. Для этого, чтобы провести диагностику датчика, необходимо проделать следующее. 9. Заблаговременно заводим автомобиль. 10. Даем ему поработать на холостом ходу до температуры 90-95 градусов. 11. Далее необходимо отключить контакты, снять розетку на датчик и посмотреть на то, что будет указывать стрелка на панели приборов. 11. Первое. Если стрелка осталась без движения и никак не реагирует на происходящее, причина кроется в проводке, либо в самом датчике. 12. Необходимо проверить на целостность провода, а уже потом датчик. 13. Второе. Стрелка легла на ноль. 14. В этом случае необходимо проверить предохранитель. 14. Если предохранитель в блоке цел, а при сомикании контакта на массу стрелка начинает прыгать, татчик температуры не работает. 15. Также татчик охолождающей жидкости проверяется с помощью мультиметра. 15. И об этом есть много видео на ютубе. 16. И я не буду повторять все это. 16. Для проверки датчика вам понадобится таблица зависимости сопротивления датчика температуры охолождающей жидкости. 16. Ссылку оставлю ниже под видео. 17. Кому интересно, можете посмотреть все видео. 17. Замену датчика осуществляется очень легко и рекомендую заменить обязательно на холодном двигателе, потому что был у меня случай, когда из-за невнимательности обжегся. 18. Ну и в конце видео хочу попрощаться. И если это видео было чем-то полезным, прошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. 18. Друзья, если у кого-то есть какой-то опыт, связанный с датчиком, пишите, пожалуйста, в комментариях этого видео. 18. Спасибо всем за внимание. 19. Субтитры сделал DimaTorzok 20. Субтитры сделал DimaTorzok